Здравствуйте, уважаемые телезрители на АТВ, программа «Открытый эфир», я Владимир Банчиков. И сегодня у нас в гостях человек, о котором мы уже говорили в новостях, с радостью, гордостью за нашу республику, за нашу медицину, точнее за наше здравоохранение. С удовольствием представляю вам лучший врач общей практики Российской Федерации 2015 года Лариса Владимировна Шеростепановна. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Я вот так долго вас представлял, потому что мне это доставляет вообще огромное удовольствие. Видите таких людей у нас в студии, вас персонально сегодня. Но первый вопрос я бы хотел задать, как я обычно задаю, как становятся врачами? Вот что вас сподвигло того, чтобы выбрать именно эту тяжелейшую, но, наверное, благодарнейшую профессию? Ну, я выбрала в медицину после окончания 8 класса. Я поступила в Кяхтинское медицинское училище, окончила его по специальности фельдшерская, фельдшер. Я начала работать медицинской сестрой в детском отделении Республиканской клинической больницы под руководством Ларисы Сергеевны Перепановой, Ирины Федоровны Хустаевой. И в течение года я работала вот в этом отделении. После этого я поступила в Томский медицинский институт и с 1981 года я в медицине. Это уже получается почти 35 лет, да? Да. Вообще путь замечательный. То есть вы прошли как бы все стадии, да, от младшего медицинского персонала и до лучшего врача России, вот так скажем. Да. Что вам помогает в жизни? Что, кто помогает? Как вы всего добиваетесь? Я знаю, что у вас, я всегда говорил, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Вы поете, у вас замечательная семья. Вот что именно вот по жизни вам помогает? Ну, по жизни помогает, конечно, моя семья. Родители, которые меня выучили, родственники. Ну, и, конечно же, мой родной коллектив в Акинской центральной районной больнице. Потому что работа медика, она это, ну, командная работа, коллективная работа, потому что один врач, он, в принципе, конечно, он может что-то сделать, но это коллективная работа медицинских работников, охрана здоровья населения. Вот у нас зачастую, вот я недавно общался с вашими коллегами, да, они приходили к нам в студию, и они так очень хорошо и красиво мне рассказали, я честно, я так думаю, что, да, у нас очень многие ругают медицину нашу, в том числе и бурятскую медицину. Ну, парни так стеной, грудью, можно сказать, встали на защиту нашей медицины. Вот на каком уровне, на ваш взгляд, находится развитие нашей медицины сегодня, особенно касательно, это не города, а именно районов республики? Потому что, ну, все-таки половина населения у нас живет в районах. Ну, вообще медицина развивается очень большими шагами, но и в том числе и сельская медицина, потому что Министерством здравоохранения, вообще правительством уделяется же очень большое внимание оказанию первичной медико-санитарной помощи населению, приближении, доступности. В сельской медицине, особенно много сделано в нашей республике, организована сеть общеврачебных амбулаторий, то есть амбулаторий семейных врачей. Очень много внимания в 2000, ну, вот последние годы уделялось по модернизации здравоохранения, выделялись большие суммы, проводились капитальные ремонты, оснащение врачебных амбулаторий. Я считаю, что наша медицина, сельская медицина на достаточно высоком уровне. Лариса Владимировна, вы работаете в самом, по-моему, отдаленном районе нашей республики, я к своему стыду там не был ни разу, но это еще впереди, слава Богу, в планах. Есть такое? Как вот вам там живется? Все-таки Акинский район, это, ну, это очень далеко. Ну, да, Акинский район, это один из крупных и самых отдаленных районов республики Бурятия. Там живут сойоты, нас очень мало, но сельская медицина... Нас это кого? Население имеется в виду Акинского района, где-то около 5000 с небольшим. Но, учитывая, что особенности сельской медицины, это, тем более, Акинского района, это труднодоступность, отдаленность от города. И у моего участка отдаленности от районного центра, конечно, имеются свои особенности, свои сложности в работе, но и в том числе свои плюсы сельской медицине. Это, я имею, как семейный врач наблюдать свое население, начиная с рождения, можно сказать, я наблюдаю за ними, за женщинами в период беременности. Поэтому, с одной стороны, намного легче работать в селе, потому что я знаю своих пациентов, начиная чуть ли не их всех подноготных, кто были бабушка, дедушка, какие у них есть факторы риска развить каких-то заболеваний, наследственность. Поэтому какие-то плюсы и какие-то минусы есть. Минусы какие? Ну, минусы, конечно, это отдаленность, труднодоступность, низкая плотность. У меня мой врачебный участок, он почти 17 тысяч квадратных километров. Плотность очень низкая, потому что наше население проживает не компактно в селе, они проживают на отдаленных животноводческих точках. Они занимаются животноводством, поэтому они ведут и кочевой образ жизни, то есть они летом уезжают на отдаленные летние животноводческие точки. Ну, вот это тоже и отсутствие дорог, горный район. Поэтому это имеет свои особенности и трудности в этом. Как вы справляетесь, то есть как вы, допустим, добираетесь, что-то с человеком случилось, и нужно срочное ваше участие, и как вы добираетесь до этих отдаленных стоянок? Ну, на каждых сельских врачебных амбулаториях имеется санитарный автотранспорт, поэтому мы в любое время можем поехать на своей машине. Проводится выездная плановая работа, потому что на этих точках живут и маленькие дети, им надо делать осмотры, профилактические прививки. Поэтому это в плановом и в таком экстренном порядке мы можем выехать на своем санитарном автотранспорте. Ну, если нет возможности, конечно, мы можем привлечь и кого-то попросить с большой машиной, допустим, если нет возможности куда-то доехать. А авиационный, вертолет, что такое? Ну, в экстренных случаях вызывается санитарная авиация, конечно же, вылетают самолеты, вертолеты могут выехать. Лариса Владимировна, вот врач общей практики, я вот сейчас услышал от вас, что вы вплоть до беременности ведете там людей практически всю жизнь. То есть вы и акушер, и педиатр, и терапевт, и за кто еще в одном лице? Да, сельский врач, сельский медицинский работник, он, конечно же, он охватывает все сферы. Вы резать, то есть операции, вернее, можете делать, да? Ну, какие-то маленькие, конечно, мы можем там зашить, допустим, с раной, с небольшой раной, с которой мы можем справиться, мы можем и сами зашить, и вправить, и вывихи. Ну, конечно, это входит в обязанности врачей, сельских врачей, вообще сельских медицинских работников. А сельские медицинские работники как-то в этом смысле вообще практически отличаются, да, от городских, так скажем? Конечно, здесь все-таки узкая направленность, если ты врач, лор, врач, то ты смотришь в ухо, горло и нос. Да, ну, а там, конечно, я же не могу каждый раз больного отправлять, там, пожалуйста, там, какую листу, пожалуйста, к лору врачу, если в моей компетенции мы все это наблюдаем, лечим, профилактируем, это все работа сельского врача. А вот эта многопрофильность ваша, вот она дает вам какие-то преимущества, хотя бы, ну, материальные, не знаю, еще какие-то? Ну, да, в нашем преимущество, конечно же, есть. В 2005 году было же очень много уделено вниманию первичной медико-санитарной помощи, и материальный стимул, конечно же, был определен. Вот в городе все жалуются, да, ну, практически все население жалуется на то, что не хватает врачей, ну, врачей вообще разных. И, в первую очередь, педиатров в районах, как с этим делом обстоит? Ну, сейчас по программе в последние годы «Земский доктор» очень много молодых врачей выезжает работать в район, и в том числе и в нашем районе тоже к нам приехали 10 врачей, узких врачей. Это врач-педиатр, врач-терапевт, врач-хирург. Поэтому сейчас проблемы такой острой нехватки врачей в сельской местности, вот этот вопрос почти, я считаю, что снят, потому что эта программа, она действует. Она работает? Она работает. А вот уровень, ну, так сказать, образования вот тех молодых специалистов, которые приезжают и сейчас работают там у вас, вы как можете оценить? Потому что у нас-то с вами образование советское. Старая советская школа. Я не знаю уж как, с каким знаком, но я так думаю, что со знаком плюс, причем большим знаком плюс. А вот сейчас у нас как готовят врачей? На каком уровне, вот на ваш взгляд? Приехал молодой специалист, там, врач, допустим, терапевт? Ну, я считаю, что врачи, которые сейчас приезжают, у них уровень образования очень высокий. Ну, они не отличаются ничем от тех врачей советского периода. Исключая недостаток опыта просто, наверное. Ну, конечно, в любое время, когда молодой врач приезжает, конечно, он опыт нарабатывает со временем. Каждый человек, любой специалист, опыт, это дело, конечно, наживное. А вот уровень технической оснащенности, какой, допустим, у вас в Акинской районной, центральной районной больнице, как вы оцениваете? Ну, оснащение центральной районной больницы, оно соответствует тому, какое должно быть. Потому что много выделяется финансирование, выделяется соответствующее. И приобретаются все необходимые современные оборудования. И нашим руководством нашей больницы, конечно же, проводится большая работа по тому, чтобы оснастить свою больницу соответственно стандарта, какой должно быть. Вот в этой зависимости вы как часто выезжаете на обучение? Потому что новое оборудование появляется, надо же учиться на нем работать, наверное. Конечно же. Вот как часто у вас происходят вот эти вот семинары, я не знаю, как это назвать. Они проходят достаточно часто. Вообще любой врач, он проходит раз в пять лет сертификационный цикл обучения. Ну и помимо этого, Министерство здравоохранения Республики Бурятия проводит семинары, соответствующие по различным дисциплинам. И врачи наши точно так же, как и врачи городские, регулярно выезжают на соответствующие вот такие конференции, семинары, обучения и отправляются и в Москву, и в Петербург. Поэтому никакой разницы для сельского врача или городского врача нет в плане образования. Хорошо, вот для врачей, я согласен, тут никакой разницы нет для пациентов. Я имею в виду, где народ здоровее. Ну тут ответ как бы очевиден, я думаю, да, что все-таки в районах народ гораздо крепче, приспособленнее, здоровее, если так можно сказать. Вы как оцениваете? Я прав или может быть где-то я не прав? Ну в какой-то степени, конечно, жизни на селе, конечно, это благо, с одной стороны. Но в то же время условия, климатические условия и тяжелый физический труд, которым занимается население, конечно, накладывает отпечатки в какую-то заболеваемость каких-то органов. Ну свои особенности, конечно же, есть. Лариса Владимировна, что нужно, каким нужно быть врачом, чтобы стать лучшим врачом в России? Ну, конечно же, надо любить свою работу, любить своих пациентов, всего себя отдавать своей работе. Ну вообще сельский врач, это, конечно, не только профессия, но это и образ жизни, потому что на селе врач оказывает помощь в любое время дня и суток, и в праздники, и в выходные, и во время отпусков к тебе же всегда могут прийти, обратиться. Поэтому это неравнодушное отношение к своей работе, ну и в том числе и творческий подход. Вот здесь, пожалуйста, поподробнее, что значит творческий подход у врачей? Ну, вообще, проводятся, конечно же, вот такие конкурсы, в которых мы принимаем участие. Это и на уровне Министерства здравоохранения Республики Бурятии проводятся конкурсы. С 2010 года проводится конкурс на лучшего врачебную амбулаторию. Ежегодно проводится конкурс на лучшего врача по различным номинациям. И с 2001 года вот проводится конкурс лучший врач, ну, всероссийский вот этот конкурс лучший врач по 40 номинациям. Ну, просто надо решиться и принять участие в таких конкурсах. А что там, какие-то есть, ну, задания, как вообще проходит этот конкурс? Расскажите, пожалуйста. Мне кажется, очень интересно. Тем более, я думаю, у нас и врачи в том числе, и молодые врачи. Ну, всероссийский конкурс лучший врач, он проводится в три этапа. Первый этап это проводится на уровне медицинской организации, которая выдвигает достойного врача, чтобы он принял участие в республиканском конкурсе. Проводится, врач принимает участие, комиссия оценивает работу, тоже выбирает лучшего врача республики Бурятия, а уже лучший врач республики Бурятия принимает участие вот в всероссийском конкурсе. Это уже третий этап получается. А какие вот там задания, вот на конечном этапе, что вы там должны делать? Ну, здесь оценивается, конечно же, твоя работа. Работа врача, вообще работа медицинского работника, она же оценивается статистически, демографические показатели, уровень заболеваемости. Ну, в общем, там, конечно, очень много позиций, по которым оценивается вся работа врача. Вот, Лариса Владимировна, давайте сейчас на секундочку прервемся, покажем те фотографии, которые вот у нас есть, чтобы люди так немножко сориентировались, что это значит работа врача, тем более на селе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Ну, плюс, конечно, оцениваются статистические данные, плюс оцениваются твои личностные качества, насколько ты... Ну, вот я считаю, что вот я, например, принимала участие на конкурсе «Лучшая общеврачебная практика», я думаю, это сыграло свою роль. Потом, ну, в общем, чисто моральные качества, которые еще и плюс... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Да, тут и, конечно, имеют значение и отзывы твоих благодарных пациентов тоже имеют значение. А какие-то творческие конкурсы там предполагались на финальном этапе? Нет, на финальном этапе таких творческих конкурсов не бывает. Не бывает? Только чисто профессиональные? А в жюри всероссийского конкурса кто входит? Ну, я не могу так сказать, но возглавляет министр здравоохранения Российской Федерации вот эту саму комиссию. Ну, а так... Ну, наверное, самые ведущие специалисты, врачи, да, страны, я так думаю, что входят в это вот... Да, там комиссия очень большая, но плюс и общественность там принимает участие, какие-то лица. Лариса Владимировна, чуть-чуть о своей семье, пожалуйста, расскажите, ну, если, конечно, это не такая незакрытая тема для вас. Я знаю, что у вас два замечательных сына, оба мастера спорта, да, России, по вольной борьбе, насколько я знаю. Да, ну, у меня муж, Шара Степанова Валерия Юрьевич, он водитель скорой медицинской помощи. Три сына у меня, ну, два сына занимаются вольной борьбой. Средний сын у меня мастер спорта России по вольной борьбе, а младший он кандидат в мастера спорта. Ну, они победители и чемпионатов и Бурятии, и Сибирского федерального округа. Ну, надеюсь, что... Вот это то подспорье, да, которое вам помогает в жизни, в работе, вообще во всем. Да. Хорошо, чем врач, ну, все равно, я понимаю, что тяжело, и огромный участок, и постоянно в работе, все-таки. Чем вы любите заниматься в свободное от работы время, когда такое выпадает? Хобби. Ну, хобби, может быть, и не назовешь, но семья, конечно, в свободное от работы время я занимаюсь семьей, хозяйством. Ну, а вместе с коллективом, когда проводятся какие-то конкурсы, принимая участие в таких и в творческих конкурсах, наше Министерство здравоохранения Республики Бурятия проводит конкурс через творчество к профессиональному успеху, и ежегодно врачи, медицинские работники принимают участие в смотре таком художественной самодеятельности. Ну, по мере возможностей, конечно, наш коллектив также принимает участие в этих конкурсах. Я в том числе. Молодцы. А какие-то спортивные мероприятия? Да, 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 да. Ну, на врачей вообще лежит большая ответственность по формированию навыков здорового образа жизни, по пропаганде спорта, поэтому однозначно наш коллектив, коллектив моей амбулатории, мы принимаем участие во всех каких-то спортивных мероприятиях, которые проводятся в поселении, по волейболу, мы принимаем, у нас проводятся регулярные такие соревнования, мы, конечно, активно принимаем участие, чтобы своим примером тоже пропагандировать такой вот здоровый образ жизни. Лариса Владимировна, к сожалению, время программы подошло к концу, по традиции я предоставляю вам слово обратиться к нашим телезрителям с вашими пожеланиями. Вы, врач, говорите. Вот в эту камеру, пожалуйста. Уважаемые жители нашей республики, самые главные ценности, конечно, это здоровье. Я хочу всем пожелать беречь свое здоровье, всем хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и гармонии с собой. Спасибо большое. Замечательные слова. Со своей стороны, со стороны нашей телекомпании, еще раз разрешите поздравить вас с замечательной победой. Пожелать вам, ну, врачу здоровья, желать как-то, наверное, странно, тем не менее, бодрости духа, чтобы у вас было как можно меньше пациентов. Спасибо. Больных. Вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете такое нужное нам всем дело. Уважаемые телезрители, на первом альтернативном была программа «Открытый эфир», гостей которой была лучшей врач общей практики России 2015 года Лариса Владимировна Шерстепанова. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин